Субтитры сделал DimaTorzok Как обычно, в эфире Живого ТВ Всеми, я надеюсь, любимая программа «Точка отсчета» И сегодня у нас в гостях человек уникальный Как обычно, я желаю, что у нас уникальный гость, это нормально Кто включил свои видеоканалы немножко раньше Мог увидеть небольшой клипчик, который мы составили из фантастических мультфильмов Режиссеров и сценаристов Зявликовой, Самсонова И нашего сегодняшнего гостя, художника-фантаста, аниматора, архитектора, автора фантастики Геннадия Ивановича Тищенко Добрый день, Геннадий Иванович, добрый день всем нашим зрителям Живого ТВ И нашим будущим зрителям мира фантастики И, естественно, вопрос гостя первый, самый обычный Но я немножко отойду от традиций Не с чего все начиналось А почему все-таки фантастика? Почему вы стали рисовать на необычные сказочные сюжеты? Ну, я так и родился, когда начиналось, нет, даже не начиналось, а предыщущение начала космической эры До середины, второй половины, 50-х годов Все дышало началом освоения космоса И когда в 50-м году полетел первый спутник Одновременно широко отмечалось 100 летец Алкопского Все мальчики и девочки И, кстати, тогда же началась в Матсентромет опубликация в журнале «Техника молодежи» И, собственно говоря, не заболеть фантастикой было очень сложно И поэтому тогда уже я читал фантастические работы Епремова Фантастические работы Целковского Ну и сама начало космической эры На всех уроках рисования свободно тем, когда вы рисовали планеты Солнечной системы Там планеты других звездных миров Так вот, это, по-моему, само собой Другое дело, что не все эту тему продолжали Не все остались верны Но, возможно, именно то, что в 70-м году меня признали Я получил гран-премь на народном конкурсе художников-фантастов У нас завтрашнего дня Вот это признание, видимо, уже вдохновило меня Я понял, что не только моим знакомым, а друзьям нравятся мои работы Но и достаточно компетентному жюри А давайте немножко поподробнее Это, в общем, конкурс известный, наверное, только старому поколению фантастов Тем, кому сейчас там за 30 Да, нашим молодым зрителям это не очень знакомо Давайте расскажем поподробнее Собственно, конкурс проводился журналом «Техника молодежи» Журнал «Техника молодежи» и научно-популярный журнал социалистических стран Жюри заседало в Варшаве И он был объявлен только в 68-69 году И меня буквально заставили Я был довольно-таки не уверен, что у меня уже достаточно интересные работы И, возможно, я их сговорил количеством Где-то работ 30 я послал И тут же, значит, буквально в конце 60-х Это буквально первая работа Потом, видимо, моя еще работа это через тем, что я рисовал не только болты и гайки Не только там космолеты, звездолеты, вездеходы Но и людей Собственно, к тому времени были известны только Соколов, Ленок и Покровский Вот три художника, которые занимаются фантастической тематикой Но они практически самих людей, будущих, не рисовали А у меня огромная серия героев фантастики, начиная с героев Ивана Анатольевича Кимова, Беляева Ну и других фантастов, зарубежных, как Артур Пак, Кадзи Кадзимов, Рэй Брэд, Элова Гарта Шейха, естественно, Му Стругацких И вот героев фантастики, собственно, видимо, не принесли Потому что мне Василий Дмитриевич Захарович сказал Честно говоря, членам жюри мужского пола понравились женщине, которых вы нарисовали А дамам понравились мужчины Потому что мужчины были воплощением мужественности, а женщины, соответственно Воплощением сексуальности Из того, что вот у нас тут разложено из благотворных материалов Мы можем что-нибудь показать, какой-нибудь рисунок, который был в технике молодежи на этом комплексе? Ой, ну вот о том, что и в силе, может быть, и нет Ну, я просто покажу работу Вот, например, Чарля Это героиня Романа Ефремова, Туман с Андромедой, биолог И одновременно одна из лучших концертщиц планеты Земля И вот, например, тоже по произведению Ивана Ефремова Это жители Турной планеты Из повести его «Сердзо-змеи» То есть вместо кислорода они дышали Турной, но внешние были похожи на людей Точности все соответствует Кстати, это работа, я послал вам на Танчу Ефремову Он там давал свои комментарии, поправки Но, в целом, я учел цвет кожи, разрез глаз, ширину расставленных глаз Ну, все-таки тогда действительно больше фантастическая живопись представляла из себя огромные звездолеты, промзающие пространства Да, большие космические станции какие-то Или пейзаж Земли будущего, где исключительно какие-то летящие конструкции Вот здесь у нас был рисунок, который достаточно много публиковался И в том числе он участвовал в одном из первых сборников советской фантастической живописи Давайте немножко поподробнее про него расскажем Собственно, это же, наверное, первая проба пера получилась в свое время Уже через 12 лет после того, как я получил главную премию Василий Дмитриевич Закарченко, главный редактор журнала «Техники Монодежи» Выпустил очень-очень отдельно иллюстрированную книгу Называется «На перегонки со временем. Мир принципиально возможных чудес» И, собственно, там была вот и эта работа, и другие мои работы опубликованы В том числе и зарубежных картах из Югославии, Болгарии, Венгрии, Румынии и соц. стран Подчеркиваю, это была достаточно четкая жилетная занятость И это фактически первый альбом фантастической живописи России, Советского Союза и странного демократии, как так и говорили Восемь второй год Еще вы иллюстрировали достаточно активно, более 100 иллюстраций, как написано у вас на сайте Вы делали для знаменитого учебника фантастики Амнуэля Альтова Расскажите, пожалуйста, тем более, что нашим молодым читателям, в общем, наверное, тоже полезно знать об этом учебнике Как вообще родилась идея иллюстрировать такую сложную книгу и сколько времени вы на ней работали? Я родился в Баку, а в то время Баку был один из мощнейших интеллектуальных центров и центров фантастики У нас в Баку жили Альтов, Журавлевы, Войспомский, Лукадьянов, Пахтамов, Амнуэль В общем, целый период очень известных в те времена А я даже, кстати, не знал, что они живут альбахинцы И когда я узнал, что они в Баку, я могу с ними встретиться и поговорить И вообще ходить в секцию фантастики, где он неоднократно был, я туда привел Павел Амнуэль То есть я как будто с олимпийскими богами общался, для меня это было нечто подобное И потом, где-то уже в конце шестидесятых годов, он мне сказал, что он пишет учебник фантастики и редактирует его альтов для института изобретательского творчества «Трис-фаниты» Поскольку там разрабатывалась методика создания качественно новых идей И, в частности, одним из учебников должен был быть учебник фантастики Собственно, оно было сделано, я к нему делал около стаи иллюстрации Работало довольно-таки долго, извините, почти 40 лет, прошло ее, может, 3 месяца Может, долго, я тогда очень быстро работал И порядка стаи иллюстрации было сделано Но учебник по разным причинам, это сложно говорить или не хочу сейчас, может быть, если интересно, поговорим об этом Тогда были трения между двумя направлениями фантастики Короче говоря, учебник этот фантастики, может быть, первый в Советском Союзе В Советском Союзе точно первый, а может, и не первый Был размножен в Табукинском винзаводе Это был такой электографический аппарат эры, типа сегодняшнего сервиса И вот на нем порядка 60 экземпляров было У меня было два экземпляра, но меня их, естественно, замылили И они были распространены в Новосибирский академию городов, в Дубну, в Киев, в Москву, в Ленинград Кроме того, что был очень интересный анализ, начиная с античных времен фантастики И еще Альтов, Альт Шулер, Генрих Саулыч, он вел уникальный регистр фантастики Где были десятки тысяч идей классифицированных Вот это связано с перемещением в пространстве-времени Вот перемещение только во время Вот изменение генетического аппарата человека То есть классифицированные были идеи Я начинаю там, условно говоря, с человека анкрибии Александра Галяева качаю там Иду на трассу Например, замечательно было такое рассказы У них тоже есть иллюстрации То есть это было очень захватывающее работе, естественно Все это было на общественных началах Ни копейки мы за это не получили Но тогда горели полным энтузиазмом От того, чтобы продвинуть прогресс науки и техники Которую мы надеемся счастливе человечеству Между строк надо добавить, что этот сборник, этот учебник Стал, в общем, библиографической редкостью для многих исследователей фантастики Так сказать, недосягаемая какая-то высота Такое сокровище нации, которое многие надеются прочитать А те, кто читает, отзываются о нем исключительно в самых восторженных выражениях Ну, так или иначе, труп не пропал зря Этот учебник часто цитируется, часто упоминается В общем, надеюсь, в том числе и ваши инлюстрации Ну, я вам скажу, что иллюстрации, наверное, с точки зрения меня сегодняшним Конечно, наверное, были слабоваты Мне было тогда 20-летнее было сейчас Когда я начинаю эту работу В любом случае, для понимания вопроса Они, я думаю, сыграли свою роль И не стоит открещиваться Тем более, что учебник действительно до сих пор остается единственным Пока столь масштабного труда никто больше не предпринимал И никаких попыток сделать И все же Вот Такое Многообещающее начало Все-таки Вы не остановились на Исключительно иллюстрации к книгам, к рассказам И изменили немножко направленность Стали художником-аниматором То есть создателем анимационных Не совсем так Дело в том, что я к тому моменту Когда послал работу на конкурс Незавтрашний день Я уже был художником-мультипликатором Я закончил в 68-м году курс Художником-мультипликатором В Азербайджане И, собственно, какое-то время работал на Азербайджан-фиме Ну, собственно, когда я получил герак-при Скружилась голова Я бросил энергетический факультет института нефтехимии Азербайджана И поступил на архитектурный Поскольку там хоть чуть-чуть больше искусства И техники, и науку Поскольку я всегда разорвался между наукой и искусством Я решил, что архитектура Это как раз как бы синтез науки, техники и искусства В 76-м году 15-летию Гагарина У меня к тому времени уже было около тысячи работ Было сделано цветных и практических И тогда организовано было сразу несколько, по-моему, три выставки в Баку Какой-то был скандал, потому что один учредитель выставки не знал, что еще кроме этой выставки Еще две выставки Короче, одну из этих выставок увидел мэтр азербайджанского кинематографа Алисатара Текишиев И он пригласил меня в качестве художника-постановщика по комбинированным съемкам на фильм «Горик Тарниджимов» Это очень сложно было думать на сказках Но это был художный фильм Не игровой фильм, да Я работал 10 лет Работал художником по спецэффектам Потому что я уже мечтал о кинофантастики И я понимал, что без спецэффектов Как это сейчас называется Когда это вызывались кинемированные съемки Фантастику невозможны делать Я очень хорошо освоил все методы комбинированных съемок И проработал более чем 10 фильмов и двух очень сложных фильмов в сказках И параллельно на общественных началах в свободное время я снимал такой небольшой фильм Галактическую путешествие Кстати, я начинал, она у меня не словно, что начинал Звездные войны А я начинал, значит, вот это галактическое путешествие Но, естественно, у меня это было, наверное, бесплатно Патонный звездолет я делал из обломков, елочных игрушек, радио Детали из радиоламп И, значит, пластивно приклеил на гвоздь Конечно, не всем интересно Но самое главное, что это было в том же направлении набегаясь Но, к сожалению, фантастика была тогда обзаконна Я написал такую статью в свое время Потому что многие, имеющие власть, не понимали фантастику А вдруг там что-то такое аллегорическим, эзоповым языком сказанное Он недопонимает и потом ему пошатят То есть поэтому фантастика просто облегая Лучше запретить Лучше запретить, да И чтоб голова не полила, и спать спокойно было и так далее Поэтому, если там два-три-четыре названия в год выходило, то было счастье А про вице-печатные люди было бы очень сложно Тем более меня пораду, когда первый же рассказ мой «Вампиры Геона», вышедший в январе или феврале 1977 года Прислали из Москвы за то, что хотят опубликовать сборники фантастики Значит, было в общем-то приятно не только как художника, но и как литератор-писатель фантастики Получается, что вы вместе с Лукасом начали снимать фантастические фильмы И буквально параллельно вместе с Лукасом создали такой азербайджанский филиал, что ли Или конкурент студии Industrial Light & Magic по производству спецэффектов Ну, это по вечерам, после работы Жена пил, почти где-то был, почему так долго и так далее Естественно, за свои деньги покупал какие-то вот эти деталюшечки, алиминиевые краски, которые окрасили Чтобы сделать это инопланетно-космодром в космическом пространстве И вот то, что никакой не было материальной поддержки И то, что вот сколько я ни работала, фильмы получались иногда не совсем хорошие Хотя за свою работу я отвечаю, что она была сделана качественно Я имею в виду контейнерные съемки в разных фильмах Но сами фильмы, с заключением двух-трех, были не очень-то известны во всероссийском масштабе И тогда у меня зародилась уже мечта А вот можно мы это в А3 назвать, чтобы так было словно? Ну, говорим, что Дженнер для своего времени это было нечто Ну, вот сегодняшний «Звездных войн» То есть, ну, там тоже летали всякие ящики, ходили драконы Но драконы делались гигантские, как «Попи машину», внутри сидели люди и все это Очень смешно это было с сегодняшним мерком Но для того времени, для того поколения это было достаточно глушительно И, конечно, самое главное, что вот я, научившись делать комбинированные съемки Потом понял, что, в общем-то, можно за счет спецэффектов Снимать, ну, можно сказать, по соплях Делать зрелищное кино И вот тогда я решил стать сам кинорежиссером И все силы выдал, чтобы поступить на высший курс сценаристов-режиссеров Ну, а Рустанов Баркинбергов, который был в то время первым секретарем Союза кинематографистов-зерпачанов Сказал, что послать в Куршевую мультипликатор Может быть, это мультипликационное движение И учился я у замечательного мастера нашей анимации Романа Качанова Создатель «Тайна третьей планеты» И из-за этого я поступил к нему Из-за «Тайна третьей планеты» И два года, конечно, это были просто самые райские в моей жизни Потому что у нас, ну, со мной не случились там Критановский, Надя Куршанова, Стар Снамен Преподавали там, начиная от Андрея Тарковского И окончая от Никиты Михалковым То есть два года с утра до вечера просмотрят фильмы Которые сейчас, конечно, может любитель посмотреть на дисках А тогда нам специально каждый фильм привозили из госфильма «Конт» Из «Белых столбов» И тут же в этой же фильме возили К нам за ровно девались Ну, все люди продвинутые со всей Москвы Потому что только у нас даже арбитки, даже комбинатки Невозможно было посмотреть Это была великолепная школа И после этого я, вернувшись в Азербайджан В 1984 году начал снимать свой дипломный фильм Из «Нимку Хрена Тихова» Очень долго я пробивал Анимационный Анимационный Давайте покажем несколько кадров А у нас тут есть Да Вот Ион Тихий Своими братьями по-разному Кстати, у меня сегодня великолепная мысль Когда я начал отбираться по серии «Братья по-разному» У меня больше тысячелых братьев по-разному Аэлиты, Гернея То есть больше как-то смочнее описывали господа фантасты, товарищи фантасты Женскую часть инопланетных разумных Я понимаю охота Иона Тихона Кугли Да Это вот знаменитый огромный шикурли Человек намазывается Курли его специями Курли его глотает Там он включает часовой механизм Да Но он выходит естественным образом Естественным образом Я долго думал Показать, как он выходит Было очень сложно Я решил, что он там какой-то раздражающий чихатель Он его вычихивает А не как описаны Станислава Ева И хитрук Федор Савельевич сказал, что Вы знаете что Оставить с носом зрителя Мы не имеем права Как оставить с носом читателя Ева Он так и не рассказывал, что такое секульки И меня вынудили заставить и объяснить, что такое секульки Но если кто-то видел, я надеюсь, кто-то увидит Подробнее рассказывал Мои студенты Тиражировали И так далее Ну, с дипломным фильмом понятно То есть вы начали с непростого такого проекта В общем, действительно, снимать полему достаточно сложно А дальнейшие вихи Какие еще мультфильмы Известные, неизвестные Вышли из-под вашей кисти? Ну, тут кисти Примерно несколько десятков людей работают Потому что мультфильм это объективное творчество Там и художники-аниматоры Порисовщики, контуровщики, газовщики Очень целые циклы Множество циклов приходит, чтобы дойти до зрителя Значит, повторяю Из «Некупленный титул» это был мой дипломный фильм А первый фильм Я, чтобы уже не было никаких проблем с авторскими правами Я потом отдельно на этом остановлюсь По проблемам с авторскими правами Я решил делать по своему рассказу Который был ранее опубликован И даже переопубликован в Москве В 80-м году мой рассказ «Наследие» был опубликован В «Альманахе на суше и на море» И в 80-м году Можно между строками пояснить для наших читателей Молодого поколения Что «Альманах на суше и на море» Наряду с сборниками Наряду с годовыми сборниками «Молодой гвардии» Наряду с годовыми сборниками «Молодой гвардии» Которые так и назывались 379-982 Были аналогами современных сборников «Фантастика» 2007 и так далее С учетом того, что тогда фантастической литературы было очень мало И достать ее было чрезвычайно тяжело Сборники «На суше и на море» Опять же были некой манной небесной любительной фантастики Да У меня вот в этом сборнике «На суше и на море» был опубликован рассказ «Наследие» И рассказ «Вампир гейномица» назывался рассказ Потом я по нему снял фильм «Вампиры Геона» «Хозяева геона» То есть это по мотивам И вот в то время очень только поднималось экологическое движение Еще о партии «Зеленых» А «Олимпист» там вообще в Советском Союзе мало слышали Но я чувствовал, что это очень актуальная тема А рассказ, кстати, я написал еще в 70-м году «Наследие» А публикон был еще в первой половине 70-х в Баку И вот повторяю в 80-м году в Москве Это приняло экологическую тему И когда работа была в самом разгаре Мы уже перевалили Ну 50% было сделано пунктным закрытом А у меня об этом говорилось О том, что вот сохранение радиоактивных запасов Химического бактериологического оружия Это может привести к чудовищным последствиям Когда этот человек с ним разгерметизируется В далеком будущем Короче говоря, фильм Именно из-за того, что он был очень интальный Именно из-за его актуально все его закрыли Потому что то, что я пытался предотвратить Произошло в Чернокове И где-то полгода я ездил в Москву Пробивал, ходил Калачево в пороге Госкино И добился, чтобы фильм не разрешили довершить Но с поправками Чтобы многие моменты убрать, сократить Подчеркнуть, что во всем виноват Американский империализм У нас все хорошо А только культуралисты виноваты во всем И когда уже работа была сделана И больше того, что фильм показали на Союзном кинофестивале И должны были тиражировать копии фильма Тут я не могу решить Не могу утверждать 100% Но почему-то произошла двусторонняя царапина негатива всех четырех частей Это был сорокаминутный фильм И почему-то все четыре части, да еще с обоих сторон, негатив был попорчен А в это время как раз начался Карабах Началось очень национальное самоутвердение во всех республиках В частности в Азербайджане, в Армении А у меня, значит, очень интернациональный И вообще Баку был очень интернациональным городом У меня в группе были и русские, и украинцы, и евреи, и армяне, и азербайджанцы, естественно Ведущий оператор игровой снимки был Арменин Я тоже не азербайджанец Короче говоря, фильм погубили И тогда, в 1987 году, он так и не вышел на экраны Потому что если бы он тогда вышел на экраны Это сколько лет, 20 лет тому назад Конечно бы у меня совершенно другая диаграфия Более того, после того как фильм так и не вышел на экраны Я примерно полгода работал мультипликатором Так и не мог добиться, чтобы мне очередной фильм Решили запустить А у меня очень давно написан рассказ «Миссия пришельцев» Я его написал еще в 60-х годах, когда учился на курсах мультипликаторов Я хотел фильм такой целый с «Миссией пришельцев» И вот со вторым фильмом я хотел продолжить свою карьеру режиссера Но меня не запускали, не запускали, не запускали Я в отчаянии, в начале 1988 года, 20 лет назад, уехал в Москву Приехал сюда 40 рублями, как Д'Артаньян Я, покорясь Москвой, покорял Париж И Д'Артаньян на 20-ти не было, а мне уже было 40 Но, слава Богу, те фильмы, которые я успел сделать в Баку Когда я их показал на Центральном телевидении Меня взяли режиссеры по договору в объединение экрана мультипликатором И там буквально в 1988-1989 года я снимал несколько рекламных фильмов А потом свой первый здесь в Москве пандематический мульфильм «Миссия пришельцев» А можно вы из них что-нибудь показать у нас? Есть какие-то показатели? Нет, вот здесь в данный момент нету Но этот фильм продается сейчас и в детском мире, и на лотках, в киосках и так далее То есть студию мультиплим закрыли Может быть, ее специально даже подкрутят Потому что огромная коллекция, более 600 мульфильмов Осталось непонятно кому И стали тиражировать сначала на видеокассетах, потом на DVD А мы, я в своих фильмах обычно говорю, от сценариев режиссер Худольников «Ночи» Потому что аниматоры часто еще раз начали То есть так вот, многие герои, кто вот за ним Назарова кричал за этих вампиров Вы все время говорите в фильмах С учетом того, что мультфильм «Наследие» погиб, да? Нет, я его в феврале 5-го года нашел в госфильмофонде, в белых столбах В очень обратительном качестве, он почти монохром И я сейчас лично, бесплатно, на общественных началах кадр закапан его реставрировал И я хочу где-то через 2-3 месяца он будет готов А, то есть мы можем говорить о том, что его уже скоро будет Прекрасно И все-таки, кроме вот «Наследие» и «Миссии пришельцев» Что еще было снято за эти годы? Ну, буквально, значит, в 90-м году, когда с большим успехом прошел мой дебютный фильм «Миссия пришельцев» По эфире и так далее Я приступил к своей заветной мечте сериалу «Под звездами митам и у меня тихо» И мы запустились, я написал около 20 сценариев То есть должен был быть огромный сериал, 27 Но, когда мы уже полгода работаем Какая-то вот просто невезуха, что ли Короче говоря, когда уже начался производственный период Ускиза, раскадровка Уже все, началось производиться Уже десятки людей подключить, фильм закрывает Оказывается, в этом же объединении экран Экронизировали Вот, это Йонтихи Да, Йонтихи, да Его, значит, замечательнейший фантаст 20-го века Санислав Кремл Узнал, что в объединении экрана Кронизировали его радиопесу Который вместе оказался Без его ведомления Не заплатив ему ни рубля И он Запретил эконенциацию своих произведений в Советском Союзе А в это время как раз началось Расшатывание Вашарского блока Солидарность в Польше Он в то время жил в Абстерной линии Короче, фильм закрыли И мне пришлось наспех-наспех Голевой план То есть, плановая система советская Это все при советской власти Нужно было срочно закрыть эту брешь И я за три месяца сделал По заявке на сценарем Четыре Почему пора денег нет? За которых мне не стрел Хоть он единственным и не фантастическим нефильм А все получается какая-то карма То есть, практически каждый Ваш серьезный проект Так или иначе, где-нибудь происходит какой-то потальный сбой Либо на политическом, либо на экономическом уровне А давайте вот вспомним еще один проект Достаточно громкий, который в свое время активно анонсировался Тем более, что у нас его спрашивали на форуме читателей Наших журналов Мир Фантастики Это проект, как я понимаю, Фантомагия Который очень громко в свое время был заявлен И почему-то до эфира таки не дошел Что случилось и с чем все закончилось И есть перспективы Я думаю, что вот как раз может кто-то из зрителей И читателей в Мир Фантастики увидит И захочет в этом деле участвовать Это просто фантастический, выигрышный проект Любой певец, певица, группа, продюсер Могут участвовать в этом мультипликационно-музыкальном сериале Ну, мультипликационно-музыкальном сериале В свое время был принятый музыкант Значит, там так хитро было задумано Мы его делали к 200-летию Александра Сергеевича Пушкина Но Пушкин глазами сегодняшнего зрителя, сегодняшнего читателя Я долго думал, какую же взять первую вещь для экранизации И решил, что недовольство женщин и мужчинами – это вечная тема Поэтому я взял сказку о старике и плату рыбке Но, повторяю, переделанно на современную ладу Значит, в принципе, уже подключались Резник, Киркоров, перспектив Пугачева Первые две серии сделаны были про малоизвестных По клипу малоизвестных певца и певицы Юрия Иваненко и Лариса Москвичева А также очень известная, но не как певица, а как топ-модель Инга Дроздова Но, когда были сделаны первые две серии, произошел дефолт Инга Дроздова уехала в Америку и окончательно туда подселилась Я на какое-то довольно-таки длительное время уехал в Баку Я надолго застрял в Баку Был пожар в моей бакинской квартире Мама спалила из-за этого Очень много картин сгорело, рукописи Вот еще раз скажем Я говорю, да, это какие-то, в общем, высшие силы мешают вам работать А когда приехал в Москву из Баку Уясняется, что там около тридцати картин Выставка была в такой имени Горького в Буране Там был такой акцион Буранцев Упола, главное, был И там произошел пожар около тридцати Или, может быть, он и не произошел Потому что еще тридцать работ исчезали И все-таки, что мы можем ответить вопрошающему читателю? Фантомагия, значит, имеется только у продюсера Евгения Осиповича Кудзинова И у меня Но я не могу без разрешения продюсеров Инги Гроздовой и Кудзинова Тиражировать, распространять и так далее То есть проект фактически находится в стадии кома? Вот так же, как мастер Маргарита Великаро Он там уже полтора десятка лет как готов, а никто его не видел В Фантомагии две серии мне не стыдно Там, значит, породилуются и Звездные войны И Пятое имя Он только вышел тогда на экраны То есть пародия на все самые хиты И вместе с тем все это на базе сказки Фуркина, Рыбаки и Рыбки Там есть и Сухов, Красноармеец, и Абдулла, и Саид Геннадий Иванович, вы так вкусно рассказываете, а посмотреть никто не может Давайте не будем провоцировать зрителей Но я считаю, что больше всего зрители знают мой другой сериал Который в какой-то степени хоть сбылся Было четыре фильма и сериала «Звездный мир» Пика «Звездный войны» Я таким в 91-м году по объединению экрана Это были художественные фильмы, анимационные Анимационные Кстати, фильм «Ехмад зовется» по рассказу наследие Там все жанры кино были Там процентов 50 было игровое кино Процентов 40 анимационное И процентов 10 хроник То есть люди далекого будущего Чтобы знать, что же случилось Они смотрели хронику XX века Чтобы понять, как люди могли до такой пойти Чтобы все передовые открытия Нужно технически использовать для уничтожения себе подобных То есть это поведение с нами Фактически большая часть нам составляла игровое кино А остальные были эмоционные проекты Хотя нет, были клипы Для группы «Дюн» я делал чисто рисованные клипы Рисовый рай, розовый край Каррифан, наверное, называлась песня Ну это опять же на форуме журнала у нас читатели Которые изучили небольшую подготовительную статью Счастливо отозвались, что вот они теперь Наконец-то знают автора клипов из этих песен А вот делал клипы для более коробки Там у меня и жильем они снимались, и мультипликационные То есть они на мультипликационных подакт Превращаются в мультипликационных и так далее Если вспомнить, вернуться к учебнику Амноэль Альтова С тех пор, как вы участвовали тогда иллюстрациями Вы не пробовали рисовать иллюстрации, обложки, форзации То есть фантастические клипы Вы знаете, сколько сил нервов требует мультипликации? В среднем 10-минутном мультфильме Рисовано 15-20 тысяч в класс То есть когда я погрузился Тем более в фантастической мультипликации Когда нужно сделать и панель достаточно роскошную И достаточно проработанную Потому что я уверен, что тем убедительнее Чем более она детально и фотографично проработана И в своих мультфильмах Вампиры-бионы Хозяева-бионы Амба-1, Амба-2 Вот этой серии Звездный мир Мы старались очень и выкладывались на фонах Естественно, тут мне помогали мои художники-спостановщики Саша Юрьевна, он, кстати, у вас художником работал в фильме «Фантастики» Вот он у меня на «Амбе» был Спостановщик А давайте покажем из «Амба» несколько кадров У нас тут есть Вот это вот кадрик из «Амба» Вернее, это даже не кадрик, это фон Это вот звездолёт А это вот какие-то вот, так хотел сказать, словами Лену-Мемори, симметриады Автоморфные какие-то образования Амба – это автоморфная биоархитектура Это не что-нибудь И чтобы тоже не смотрелись голословно Отверждения 15-20 тысяч Давайте Вот у нас тут есть где-то заготовочка С несколькими фонами То есть вот как делались раньше фильмы Это сейчас на компьютере немножко иначе То есть рисовался фон, рисовались персонажи Накладывались и таким образом снимались Вы имеете в виду Ну вот, например, это вот «Марсианский хроник» А вот, вот, вот Вот этот кадрик из «Амба» зовётся Это вот два главных героя Герои-героини Летят на понтонный остров, где произойдёт нечто ужасное Я надеюсь, что этот фильм удастся реставрировать Я, кстати, сейчас ещё спонсор Потому что если добавить ещё современный компьютерный эффект И трёхмерную тракту Это вообще может сделать потрясающий полнометражный И всё-таки про обложки вы так и не договорили Вы не пробовали вот снова Потому что я к чему так активно пытаюсь это вынуть У нас были уже в передаче молодые художники И, собственно, я со многими общаюсь сейчас Люди жалуются на то, что сейчас очень мало платят за иллюстрации фантастических книг Но практически никто из молодых художников-фантастов не работает с издательствами В основном все люди идут в игровую индустрию В оформлении карточек для настольных игр и так далее То есть вы вот сами не пробовали Что вот вы как мэтр нашей фантастической живописи Можете посоветовать начинающим авторам Естественно, этот вопрос тоже у нас звучал И спрашивали, у вас какие-то секреты профессий Что-нибудь такое разузнали? Понимаете, вот начинается у тюрьмников фантастики, за которые не получил 2 рубля И дальше, значит, собственно, я к полиграфии не работал Хотя нет, нет, я даже кое-что в своих журналах работал И страты черно-билы делал, и обложки оформлял Это было в бурные 90-е годы Но поскольку денег это приносило очень мало Ельвина доля сил занимала анимация Я сделал более 100 рекламных роликов Там достаточно много музыкальных клипов Преподавал и у Юрия Грымова в рекламной мастерской И в анимационном лицее, и в университете культуры в Химках И сейчас я работаю, слава богу, нашлись люди, которые очень увеличены творческим токеном И финансируют, уже мы шестой фильм делаем По малоизвестным предвидениям Толкина И более того, значит, некоторые уже из этих фильмов бители Например, А.Н.М, известнейший иллюстратор Толкина Ему очень понравился наш фильм Мистер Глис по аккаунтной сказке Толкина, профессора А сейчас мы делаем сказки Рождественского деда И надеемся, что когда нас снимают вид, они отдышат коммерческой истории То есть сейчас пока что мы ждем, когда исполнится 70 лет Чтобы могли широкие зрители видеть этот фильм Геннадий Иванович, мы все-таки так молодых авторов не порадовали Мало хватит Дело в том, что при нынешних ценах Ну, я думаю, во-первых, хорошие художники Хорошо рисующие, хорошо иллюстрирующие Они равны терпение труд Все три труда, короче говоря, понимаете? Упорство, воля А отсюда уже и рост мастерства Потому что все люди талантливые Многое зависит от упорства и от трудолюбия Конечно, таланты в разных сферах Но в любой сфере нужно упорство, трудолюбие Тогда из потенциального талант станет реализован Вот про иллюстрацию, анимацию, что ли Как бы это назвать-то? Анимационную экранизацию сказок Толкина О которой мы сейчас говорили Давайте мы немножко покажем У нас, я знаю, тоже есть заготовки И расскажите, собственно, об этих проектах Уже подробнее как инсайдер Игорь Хазанов является продюсером, который спонсирует Это как Хоббиту Это поиски образов Хоббита Потому что мы осенью, кстати, исполнили 70 лет Со дня публикации Хоббита И можно его экранизировать Очень-то не дожидаясь разрешения наследников По международным и законодательным вещам Поэтому сейчас принялись Мирла и Синина Опять-таки перед обжекцией Хотя там ведутся суды из его стильных колец Ну, короче, это очень-очень популярное В мире сейчас лечить творчество Толкина И поэтому мы надеемся, что рано или поздно Наши фильмы по Толкину Увидят широкие зрители Мистер Брис, Пастита Колон, Фериель Кстати, в Паралоге Кадры из Фериеля звучали Это звучали музыка То есть стихи слова Толкина Музыка Антона Круглова Кстати, большой любитель Мирна Круглова Для наших зрителей Я могу сказать, что Тот небольшой ролик с сборником Вот это творчество Толкина Ага Чуть-чуть поближе, я думаю, мы можем показать А я пока скажу, что тот ролик, который мы крутили предначалом передачи из произведений В том числе и Геннадия Ивановича Будет, естественно, предварять публикацию Диски Мира Фантастики Так что, если кто пропустил, можете там посмотреть Это тибетский опыт из Ехемова Хотя, значит, по поводу последних лет работы Самое главное Хоббита Потому что это достаточно действительно модная тема И очень многие интересуются То есть когда можно будет увидеть Можно ли будет вообще увидеть В какой стадии находится Похоже, что российский Хоббит так и не состоится Потому что его дважды уже пытались экранизировать Именно средствами анимации Еще в начале 90-х годов Студия Арбус Продюсера Лепин И вот осенью мы пытались найти спонсоров Очень, ну, полгода мы искали То есть очень много сил, времени, энергии Но мы не нашли Потому что вложить на достаточно длительный срок Вроде бы три Можно было работать Как мы замораживались на более-три деньги Так мы не нашли, к сожалению Это не спонсор, а Леппит Потому что Ну, выигрыш Был минимум 10-ти кратный Потому что во всем мире Эти фильмы Просто излибо быстро закупили Кто не любит Толкина, кто не любит Хоббита Получается опять карма Хоббит снова не дойдет Слава Богу, продолжается Пока вот и шестой фильм Хотя тоже сейчас Произошло некоторое торможение Некоторые финансовые проблемы Возникли опять И сейчас консервация Поэтому, кстати, я появился Для того, чтобы продвигать Это фактическая живопись Поскольку три месяца Я уже, так сказать Могу не выхлебаю Я решил, что вот это все-таки Тоже Ну, а вот готовые вещи Из творческих оконов Которых вы говорите Они, в принципе, уже сделаны То есть их можно прокатывать? Пять фильмов готовы Пять Ну, они в продаже или меньше? Нет Потому что мы ждем, когда истечет Семьдесят лет В конце года То есть они появятся В продаже Это мы можем, так сказать Наших зрителей Приготовить к этому Прекрасно Это довольно-таки мощный проект Толкинерно-российский С анимацией В общем Тема, я думаю, бесконечная Мы можем Про нее долго разговаривать Давайте все-таки Вернемся Непосредственно В фантастической живописи Эту передачу Мы приворочили К открывшейся В Политехническом музее Персональной выставке Геннадий Иванович Каждый, кто Заинтересовался Его творчеством Может посмотреть Там вымешено Я так позреваю Наверное Самое важное произведение Там Были Преимущественно По творчеству Ефрему А сейчас Мне предложили В Центре Велика То есть у меня Работал Несколько раз больше Чем вы решили Так То есть Видимо Еще будет В Центре Велика Ученых Ну Сейчас На данный момент Если кто заинтересовался Вашим творчеством Может прийти В Политехнический музей И посмотреть там Выставку А собственно Геннадий Иванович Давайте Мы наверное Все таки Откроем Большую тайну Кроме Из ваших многочисленных Профессий Которые перечислены У вас на сайте Вашей библиографии Почему стоит Слово Архитектор Это тоже Фантастический Архитектор Или нет Полноземной Значит Дело в том Что естественно В то время Эти хрущевы Блочное строительство Это меня естественно Не проникало Я надеялся Что когда-нибудь Смогу заняться И космической архитектурой И архитектурой То есть Вот Те самые Многоэтажные Многоуровневые Города Будущего Вознесенные К небу Более того Один из таких Проектов Я написал Статью О форме Образовании Космических Поселений Где продолжил Идеи Целковского Дело в том Что в 1972 году Стал Широко известен Проект 5 Американского Физика Джейл Он предложил Начать Расселение В космосе Чтобы Солнечные Станции Альтернативные Сточники Энергии Нехватка Непти Газа Привел к тому Что Альтернативная Энергетика Но Поселение Хонел Это гигантские цилиндры Вращающиеся Вдоль оси За счет этого Центробежная сила Коровки Барашки В этих Поселениях Но У него используется 50% Поверхности Потому что Половина Это прозрачная Насколько я помню Там 6 секторов Три земных И три Стеколочных Да В моем проекте Это значит Спиральный Конус Большой спиральный Конус Повторяю Идеи Целковского Но Я и конус Он своим Широким основанием Открыт к Солнцу И под 45 градусов Расширяется То есть Температура Солнца Как в средней полосе России Или там В США В Канале В Северной Европе Значит Ни жарко, ни холодно Притом Жалюзи можно регулировать И самое интересное Его можно начать строить Буквально на ошибки В вершину конуса И по спирали По спирали По спирали Наращивать Наращивать И за десятки Может даже за сотни лет Туда могут Перетелить десятки Миллионных людей Самое главное Что В вершине Конуса Человек Будет весить Например Как на Луне В 6 раза меньше, чем на Земле Чуть-чуть Дальше к основанию Он будет весить Как на Марсе То есть В 2,5 раза меньше, чем на Земле И наконец Перемещаясь Перемещаясь Вот по спиральной Железной дороге По этой спирали Он постепенно За несколько недель Может прийти к своему весу Таким образом Может произойти Адаптация Земной силой тяжести И Фактически Эту станцию Можно использовать В качестве Космического Санатория Отправлять На людей С опорно-двигательной системы С сердечными Сосудистыми Заболеваниями Просто Тяжелых Людей Как же Концент Я Вешу Если бы я весил Например 15 кг Это как на Луне Я бы себя Порхал Кстати Можно было бы При помощи своей мышечной массы Летать просто Кстати говоря Онлайн В сборнике рассказов «Колуна жестокая хозяйка» Если меня не имеет памятника Это рассказ «Угрозы Земли» Случайно Описан довольно подробный способ Полета на Луге На Луне Описаны мои книжки Неоткрытые Тайны прошлого Пять лет назад Такая книжка Везде «Лабиринт К» Там описано Как девочка земная На Марсе То есть Нечто подобное Что было у Хаймлайна на Луне Там вот у меня Такое же действие Происходит на Марсе Это она очень популярная книжка Где я естественно Пропагандирую И космические Всякие Фантастические вещи Действие происходит там на Марсе И в процессе полета С Марса по Луну Девочка Побывала в этом спиральном Большом конусе Девочка Постепенно Адаптировалась Семной терцией Девочка Родилась на Марсе Прожила всю жизнь На Марсе Потом Ехать Лететь на Землю Вес Мы уже упомянули Несколько фамилий В том числе Целковского В том числе Ефремова Раскроем Подробности Вашего прошлого Откуда возник автор Геннадий Иванович Тищенко Какие писатели Мэтры Того времени Оказали на Вас Наибольшее влияние Ну В первую очередь Если в хронологическом Порядке Это Ефремов Целковский Ефремов Он Кроме того, что он Великий мыслитель Философ Он Достаточно мощный Литератор А Целковский Ну конечно Литератором Пали послабее Но вот эта вот Точность научного Предвидения И точность описания Например во Вне земли У меня Большой цикл работы Иллюстрация Предвидения Пантехнического Целковского Но когда Я заканчивал Школу И ко мне Такой Щупленький Очкарик Стажер Такой Павел Он Заканчивал Университет Азербайджанские Государственные Астрахисы Короче Стажировался Он У нас В школе И вот так я с ним Познакомился Он Привел В секцию Фантазики Где он Живого Альтова Вороблёва Войскунского Лукодиана Потом Они Приходили Уже Я приглашал В нашу школу Потом Мы вместе Все участвовали В праздновании Семидесятилетия Юпрему Когда В семь седьмом году И Войскунский И Лукодиана И Альтов Все Бакинские фантасты И по ВОЗу И по школам И по школам В связи с юбериями Семидесятилетиями Юпрему И конечно То что я общался С не самыми Скажем так Я сказал бы наоборот С самыми Одним из самых Талантливых И известных фантастов При помощи Интернета Вот так вот Я умирал У Альтова Со мной Мы были просто Соседние Участники В Баку Но к сожалению Потом Когда началась Волна эмиграции И Ануэль сейчас В Израиле Очень много Короче сейчас За рубежом Уже По лучшему В мире Но это конечно Сказалось А с Иван Анатольевичем Ефремов Я просто Переписывался Потому что Я набрался Храбости И когда стал Обладать Гранпли Я послал Свои иллюстрации Ему Бандеролью Домой Самое интересное Он ответил мне Примерно Пять писем Более того Бандеролью Вернул мои работы И Корпетно По каждому рисунку Подробно 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 Прокомментировал Что ему нравится Что ему не нравится Он достаточно четко звучит Никаких комплиментов не было Что нравится Что не нравится Что не нравится Он так и это все писал И конечно Творчество Прежде всего Альтова Поскольку у него не было Ни одной фантастической вещи В которой бы не было Качества Новой идеи Вот Когда сейчас К сожалению Великолепно написано Занимательно Читаешь Закрыл Но Десятки Сотни раз Одни и те же идеи Повторяются Под разным Ракурсом А вот У Альтова Что не рассказ То Открытие Больше всего Мне запомнился Его рассказ Покармин Потрясающий Рассказ В котором Будущее человечество На десятки тысяч лет К сожалению Как бы нам Не хотелось Продолжать Нашу беседу Вечно Время нашей передачи Подошло к концу Осталось буквально Несколько минут Там Кто хочет Из наших зрителей Может задать вопрос В чате А пока Последний вопрос Геннадию Ивановичу Наступило Время новых технологий Интернета Естественно Я не могу не задать этот вопрос Я задаю всем Авторам Скажем так Старшего поколения Как складываются Ваши отношения с интернетом Замечательно Складываются Дело в том Что Когда моему сыну Было 15 лет А он у меня уже увлекался Электроникой Я ему дал денег Он сам собрал компьютер И потом Он уже меня К компьютеру К моему великому удовольствию Приобщал То есть приобщение Началось еще в первой половине 90-х годов Где-то в 95-ом Я уже Свой интернетчик со стажем Не столько интернетчик Сколько компьютерчик Потому что я Свой потошел Там Другие галактические программы И это мне очень помогало Анима Вот Фантомания Там Уже не вручную Скраска Фанты Рассказала О компьютерном Программе Анима Фанты Делать И более того Сейчас Чтобы не тратить Холсты Краски И так далее Я иногда делаю эскиз в фотошопе Когда уже что-то найден Я потом уже это на пост На бумагу К сожалению За кадром Остался Еще один вопрос Которым меня мучили Перед этой передачей Читатели мира фантастики Спрашивали Отношения Современных Советских Старых Советских Аниматоров Современного Стандарта Рисования К японской Манге К аниме И так далее Но К сожалению Мы уже не успеваем спросить Я думаю Что мы Поместим ответ Менедия Ивановича Подробные Развернуты На диске Мир Фантастики А я Хочу вам сказать К сожалению Как вы не хотели Продолжить Своими Многочисленными Письмами Чтобы мы продолжили Передачу на час На два Передача Подошла к концу Всех Приглашаю Как обычно Через две недели На воскресенье В 17 часов С моей передачи Точка Отчет А сейчас всем удачи До свидания До свидания